Если правильно распределить время, то можно и учиться на отлично, и успевать совершать добрые дела. С таким девизом по жизни идет Анастасия Овсянникова, ученица старой Вичугской средней школы. Сейчас основной акцент в добровольческой деятельности девушка делает на работе в волонтерском отряде «Импульс». Мы без какой-либо выгоды оказываем помощь всем ближним. Это организация мероприятий на День Победы. То есть как мы уже планируем поздравления учителям-ветеранам. То есть все эти ближайшие события мы организуем в нашей сфере. Волонтерством Настя начала заниматься еще в пятом классе. Первый шаг – староста. Затем – председатель школьного ученического совета. После – областная ученическая коллегия. Вот такой карьерный рост со школьной скамьи. Кроме работы с ветеранами, девушка вместе с отрядом «Импульс» занимается озеленением школьной территории. Благоустраивает воинские захоронения. Проводит экологические акции. Убирают поселок, территорию вокруг школы. Копают даже бабушкам огороды, когда это надо. Складывают полейницы дров. То есть как произведение Аркадия Гайдара. Чтобы сделать работу более эффективной, Настя приглашает всех учащихся школы присоединиться к волонтерскому отряду. Вместе с единомышленниками помогать нуждающимся не только легче, но и гораздо веселее. У нас есть группа ВКонтакте нашей школы. Там мы активно публикуем и деятельность нашего волонтерского отряда, и также различные другие мероприятия. Тем самым привлекаем ребят. По сравнению даже с тем годом, сейчас даже очень много пятиклассников в нашу деятельность включились. Обновление волонтерского отряда – процесс крайне важный. Чем больше юных добровольцев вступает в него, тем спокойнее их старшим коллегам. Есть на кого оставить организацию акций и мероприятий. Если что-то не получается, не стоит отчаиваться. Всегда можно попросить помощи у более опытных волонтеров. Например, справиться с волнением, когда выступать где-то. Или заминки возникают иногда в акциях, что-то чего-то не хватает, кто-то забыл прийти, кто-то что-то не сделал. И подходишь, спрашиваешь, и все помогает. Сама иногда даже лично приходила на акции вместо кого-то. Вот так позвонишь, напишешь. «Настя, что-то случилось? Хорошо, сейчас все будет. Сейчас все будет». Волонтерство для Насти и ее друзей – это возможность сделать окружающий мир чуточку лучше. Когда начинаешь бескорыстно помогать ближним, сложно остановиться. И добрых дел становится все больше и больше. Для меня волонтерство – это образ жизни. Зов сердца и чистота души. Ведь очень важно помогать друг другу. Все мы люди. И каждый нуждается в помощи. Максим Серебряков, Антон Осипов, Ротова-Иванова, Вичугский район.